Канал 3 минуты и это уже третье видео про методы исследований в биологии. И сейчас мы поговорим про методы генетических исследований. В генетических исследованиях выделяют гибридологический метод, генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, молекулярно-генетический и популяционно-статистический. Гибридологический метод – это изучение наследственных свойств организмов путем их скрещивания и последующим анализом признаков потомства. То есть о генотипе организмов судят на основании фенотипа их потомков. И предложен был метод впервые Грегором Менделем. У меня здесь иллюстрация третьего закона Менделя. Гибридологический метод используется для установления закономерности наследования признаков, но не используется для исследования человека. Кто знает, почему не используется для исследования человека, напишите в комментариях. Следующий генеалогический метод – это метод сбора и анализа родословной. И у меня здесь пример генеалогического древа. Примеры использования – это изучение характера наследования признаков, например, доминантный или рецессивный. Исследование генных мутаций, определение вероятности передачи признака в поколениях. Близнецовый метод – это изучение генетических закономерностей на близнецах. Позволяет определить влияние наследственных факторов и факторов среды на формирование признаков. Пример использования – это оценка генетической предрасположенности к различным заболеваниям. Допустим, монозиготные близнецы, то есть одинаковые близнецы, живут в разных условиях, но страдают одним и тем же заболеванием. И мы можем предположить, что у них есть генетическая предрасположенность к данному заболеванию. Цитогенетический метод – это микроскопическое исследование структуры хромосом и их количество. И здесь у меня представлен один из вариантов цитогенетического метода – кариотипирование. Примеры использования цитогенетического метода – это выявление хромосомных и геномных мутаций, определение пола человека на стадии эмбриона, исследование клеток околоплодной жидкости для изучения наследственных болезней человека, определение полового хроматина или тельцебара. Тельцебара – это плотно свернутая неактивная икс-хромосома. В норме у мужчин нет тельцебара, а у женщин одно тельцебара. На рисунке вот это пятнышко и есть тельцебара. Я бы никогда на него не обратил внимания. Биохимический метод – о нем я уже говорил в видео про частные методы биологических исследований. Это исследование химических компонентов, биологических жидкостей, клеток и тканей. Примеры использования. Для изучения наследственных болезней человека исследуют клетки околоплодной жидкости. Уточнение диагноза фенилкетонурия. Фенилкетонурия – это наследственное нарушение аминокислотного обмена. Молекулярно-генетический метод. На самом деле это большая группа методов, позволяющая изучать молекулы ДНК. Пример использования – это выявление наследственных заболеваний, исследуя ДНК. И, наконец, популяционно-статистический метод. Это изучение распределения частот аллелей и их изменения в популяции под влиянием движущих сил эволюции. Ключевые закономерности сформулированы в законе Харди-Вайнберга. Примеры использования. Это расчет частоты встречаемости нормальных и патологических генов. Определение вероятности генетических аномалий. Изучение распространения признаков в популяции. Вот такие есть методы генетических исследований.